Избранная. Так называется выставка Никаса Сафронова. На стенах около сотни картин, собранных с трёх экспозиций, в том числе зарубежной. Конечно, у меня есть свой взгляд, своё какое-то, скажем, тоже искусствоведческое отношение к своим работам. Как бы со стороны. Вот если бы это был художник, как бы я, но со стороны, смотрящий на себя, я бы вот сделал вот так. Со временем ты обучаешься, и ты понимаешь, вот эта работа может смотреться, а это нет. Вот эта рамочка лучше убрать. Бывает, что я меняю по раза четыре рамочки. Заслуженный художник России постарался представить в Сочи работы разных периодов. Здесь и графика, и символизм, и сюрреализм, когда зритель видит реальность. Незаметно, но основательно деформированную, то есть образы, возникающие в подсознании. Широко представлен и период портретного жанра. Только президента в его коллекции около 60. Целый зал Никас посвятил своему последнему открытию – жанру Dream Vision. Это своего рода сон, который ты помнишь в первые минуты после пробуждения. Помимо творческой деятельности, Ника Сафронова – активный участник благотворительных акций. В том числе и в Сочи. С курорта он увезет не только впечатление, но и награду. От имени Сочинцев разрешите мне вручить медаль, признание и почет Сочинцев. Спасибо большое. О том, какие планы художник хочет воплотить в жизнь имена в Сочи, Ника Сафронов рассказал на пресс-конференции. Один из проектов – выставка портретов Софи Лорен, которых у Сафронова почти 20 штук. Всего же предполагается представить около двух сотен картин художников со всего мира. По словам маэстро, инициатор проекта – сама итальянская дива. К слову, одобрение власти Никас уже получил, но дата пока неизвестна. Нынешняя же выставка избранных работ продлится до 26 июня.